Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Добрый вечер, здравствуйте. В эфире программа «Трофей рыбалка». Меня зовут Мария Садакова-Лина. И, как всегда, со мной в студии, гуру рыбной ловли, эксперт компании «Арсенал на Комсомольской 8» Василий Мамонов. Василий, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Так меня еще не называли. Вот мне почему... Ну, вы же для меня учитель, поэтому вот я решила сегодня вот так вот вас назвать. Мы в прошлой программе начали разговор о спиннинге. Часа нам не хватило, и мы решили продолжить сегодня тему спиннинговой рыбалки, спиннинговой рыбалки. Но прежде чем начать разговор, давай по основной теме давай проанонсируем мероприятие, наверное, турнир, который, я не знаю, в первый ли год он у нас проходит. Вот сегодня, в этот же час, пока мы с тобой в эфире. Да, вообще он, наверное, проходит не то, чтобы там первый год, он вообще проходит первый раз. Первый раз. Такой вот интересный опыт решили сделать. Рыбалка в городе, вот этот стритфишинг, он очень интересный. Мы сегодня поговорим о нем в разрезе спиннинга. Вот. А сейчас, да, действительно проходит турнир, так называемый «Вечерний карп». Вот мне очень понравилось название. Вечерняя музыка, вечерний джаз, а тут вечерний карп у нас. Вот. Соответственно, в рыболовном клубе «Белуга» это все действие происходит. С семи вечера начинается вот этот турнир. Соответственно, вот сейчас он там в самом-самом разгаре. Тур идет два часа, благо сейчас у нас на улице светло очень долго. Да и даже осенью мы сможем точно так же ловить, потому что карп вечером клюет. И будет еще, на самом деле, интереснее, вот кто сможет подобрать ключик определенный и поймать рыбу. Вот. Немножко по правилам пробегусь. То есть здесь сейчас тур у нас идет два часа. К зачету принимается только карп. Соответственно, осетры вне зачета. Очень плохо. Те вот наши вот эти товарищи, которые клюют. Да, любимые осетры, да. Осетры вне зачета. Соответственно, ловим два часа на любые разрешенные снасти. Ну, это понятно, что в основном, наверное, будут поплавок и домные. Вот. Количество прикормки не ограничено. Одновременно можно ловить не более чем одной снастью. На берегу у вас может находиться в запасе там хоть 10, хоть 20, хоть 30 оснащенных удилищ абсолютно без проблем. Как я сказал, по прикормке количество не ограничено. Можно сколько хочешь там прикармливать. Зоны мы точно так же не делили. Соответственно, расстояние между участниками минимальное 5 метров. Ну, я думаю, что тут рыболовы уже сами между собой смогут договориться. Я бы, честно, сказал, что вот я бы в 5 метрах друг от друга не вставал, потому что рыба очень сильная, может собрать вот все снасти, которые находятся сбоку, если куда-то там побежит, если клюнет хороший трофей. Поэтому лучше выбрать, наверное, местечко чуть-чуть там по, ну, не знаю, там, 10 метров. А если там народу много, как тогда вот с ними справляться-то со всеми? А вот тогда снасти надо. Тогда. Более мощная, которая позволит форсированно вываживать. Поэтому здесь есть определенная тактика. Такие турниры будут постоянно. Планируем их два раза в неделю. Два раза в неделю. Соответственно, будем составлять некий рейтинг спортсменов. На каждом турнире будут ценные призы. От рыболовного клуба «Белуга» там будут сертификаты предоставляться. От магазина «Арсенал» будут сертификатики предоставляться. Поэтому все достаточно интересно. За два часа можно поймать неограниченное количество рыбы, неограниченное количество рыбы. Соответственно, мы всю рыбу складываем в садки, после этого взвешиваем. И вот кто больше поймал всего, тот, соответственно, и выиграл. И вот в конце, скажем так, сезона рыболовного именно по карпу, когда вода станет уже холодной, мы все закончим, мы составим некий рейтинг спортсменов, которые там участвовали. Посмотрим, кто у нас там самый сильный рыболов именно по карпу в городской черте. И будет какой-то очень большой-большой шикарный приз, да? Вот, будет хороший приз, и мы сделаем такое финальное состязание, на которое мы пригласим, вот у нас есть такое желание, пригласить топ-10 спортсменов, и вот между именно вот этими 10 спортсменами разыграть какой-то действительно уже значимый приз. Интересно. Ну, не знаю, там, может, призом там будет, не знаю, там, годовой запас прикормки. Ого, вот это классно, это очень хороший приз. Либо какие-то снасти там интересные предоставим. Ну, то есть вот такая штука, поэтому всех приглашаем. Каждую неделю будет по два тура по времени, то есть, ну, когда там, может быть, сделаем там понедельник-пятница, может быть, там, вторник, не знаю, четверг. Ну, есть же странички ВКонтакте и Фейсбуке, да. Да, страница ВКонтакте и Белуге, вся информация будет там, смотрите, следите за этим. И я думаю, что мы с тобой точно осветим этот турнир. И осветим. Возможно, и поучаствуем в нем, да, порыбачим. Да, это было бы отлично. То есть посмотрим, так что все это увидите в наших программах. Обязательно, так что, да, друзья, следить за страничкой ВКонтакте и Фейсбуке чистого частного, как он называется? Чистый пруд. Чистый пруд. Белуга, рыболовный клуб Белуга. Вот, рыболовного клуба Белуга, там все будет, вся информация, и мы думаем, что мы тоже встретимся с вами. Обязательно туда придем и порыбачим, и поснимаем. И, может быть, что-то, какие-то фишечки интересные увидим от вас, да, у спортсменов, да, от вас, вот, рыболовы. Поузнаем, соответственно, это все увидите на нашем канале «Трофеи рыбалка». Там будет обязательно, опять же, вот новый фильм, который мы для вас подготовим. Надеюсь, там будет очень много интересного, я больше чем уверен. И переходим к нашей основной теме. Давай, значит, сегодня мы опять же разговариваем о спиннинговой рыбалке. О чем мы сегодня, о каких спиннингах вообще, о чем мы будем говорить? Ну, на самом деле, вот, как я уже говорил, там, спиннинг, он настолько обширен и многогранен, что там можно говорить безумно долго, там, не то чтобы часа нам не хватит, там, не знаю, там, дня не хватит. Двух-трех, там, дней не хватит. Вот. Сейчас мы, понятно, что говорим о каких-то общих вот таких вещах, там, обобщенных. Мы в нашу студию и в наш видеопроект однозначно будем приглашать спортсменов, спиннингистов, которые там практикуют определенные такие интересные стили. А вот сегодня я начать, наверное, хотел бы с такого направления. Вот я не зря сказал, там, стритфишинг, городская рыбалка, вот там, ночной карп-то какой-то, да. То есть именно стритфишинг. Так, что это такое, откуда это пошло, почему это сейчас становится очень популярным, какие снасти для этого нужны, скажем так, экипировка какая необходима, вот об этом... Даже экипировка. ...сегодня поговорим. Честно скажу, опять же, законодателями МОД во всем вот этом, да, являются японцы. Нет, а, японцы. Японцы люди очень практичные. У них там буквально вся жизнь, наверное, вот прописана там, да, по каким-то минутам. И для того, чтобы вот отдохнуть, там, не знаю, там, порелаксировать с удочкой на берегу, у них не всегда хватает времени, и они вот для рыбалки выделяют какое-то вот там время, это может быть там обеденный перерыв, там, не знаю, там, пока там ждут электричку какую-то, или еще что-то рядом есть, река там, да, рыбачит. Это реально так, я почему это могу вот точно сказать, потому что мне довелось там побывать, и я видел, как это все происходит, это реально, вот открываются двери, а если кто бывал в Японии и представляет, у них реально там в обед, вот в одно и то же время, вот с часу до двух там не работает никто. Либо спят, либо рыбачат. Вот, все, вот реально, все. Выходят дядьки в пиджаках из офисов с дипломатами, открывают дипломат, достают оттуда спиннинг, цепляют приманку и пошли рыбачить. Ну, это некая релаксация такая, да, наверное, медитация. Я честно скажу, это вот на стритфишинге в Японии построена целая индустрия. Там есть специальные, как их называют-то, господи, дизайнеры одежды, которые делают одежду для стритфишеров, вот реально, рыболовную одежду. Там есть специальные фирмы, которые специализируются только на разработке и изготовлении удилищ для стритфишинга. Соответственно, катушки, приманки и все-все-все там может очень кардинально отличаться именно, скажем так, в стиле, да, в стилистике от тех, которыми мы привыкли пользоваться. Ну, обычная спиннинговая катушка, которую мы там видим всегда, да, это либо там черненькая какая-нибудь, там серебристенькая. А у них? Ну, такая вот все, да. А там реально она может быть там какой-нибудь там зеленый футуристичного цвета, там спиннинг точно такой же, и он будет подобран там под одежду, которая надета на нем. То есть, понимаете, это именно стиль жизни, который они пропагандируют. И там вот реально вот такая индустрия. Они собираются отдельными своими тусовками, рыбачат, потом идут, сидят в какой-то кафешке и обсуждают, как прошла у них эта рыбалка. У них там свои форумы, у них свои соцсети там. Ну, то есть реально вот люди этим живут. Это точно так же, как, не знаю, там можно сравнить, например, с фан-клубами футбольными, да, там открывают свои бары какие-то, да, в которых атрибутика, там вот они встречаются, там что-то обсуждают. Здесь все то же самое. И, соответственно, Россия же у нас, она как губка, вот она там что-то там перенимает, да, к нам все это приходит, немножко с запозданием, скорее всего. Вот. И все это попадает к нам, и мы пытаемся это под нас адаптировать. Ну, к сожалению, вот у нас в городе не так это все развито. По одной простой причине у нас нету вот таких вот набережных, например, которые есть там в той же Москве, например, или в Санкт-Петербурге, там Нева, вот, ну, прекрасное место. Да, я честно скажу, вот лично около Кремля на набережной в Москва-реке ловил килограммовых окуней. Лично это делал, потому что там ситуация-то какая? С точки зрения экологии-то там в реке, вот, в городе совсем не все хорошо. Так. Вот. И все это понимают, и рыбу там абсолютно никто не берет. Ну, для того, чтобы просто вот половить, да, для них спортивный интерес такой. Очень много, потому что, во-первых, сетей нет, да, рыбу никто не забирает, и она там чувствует себя абсолютно нормально, да. Понятно, что там вот эти городские стоки и все оставшиеся там не лучшим образом на нее влияют, но тем не менее там рыба есть. Ну, так просто такая спортивная рыбалка, да, поймал, отпустил, поймал, отпустил. А стритфишинг это только поймал, отпустил, ничего другого. Хорошо, а у нас в Кирове на набережной Грина нет такого места? Там невозможно, например, вот этим же стритфишингом заниматься? Стритфишинг, он, на самом деле, ловить-то можно где угодно. Тут вопрос в том, что у нас, к сожалению, река, вот она, ну, не то чтобы неправильная, ну, что имеем, другого там не получить уже, вот. У нас река достаточно мелкая, вот. У нас, скажем так, дистанция там от берега, чтобы до какой-то ямки там добросить, там, о-го-го надо кидать. Несколько метров. Вот я больше того скажу, я, например, вот я сегодня утром там в два утра был на рыбалке. Где? Вот, я ездил в Сидоровку. А, ну, недалеко. Ну, то есть, ну, вот рядышком, с городом там все. Вот, прекрасное место, отличный там перекат, я поймал две рыбки и, в принципе, получил там заряд энергии на весь день. То есть, я поймал жерешка и поймал езеночка. Вот, ведь охота была вставать в два утра, ехать на рыбалку, потом на работу. Абсолютно классно. То есть, и многие там говорят, вот, там, наверное, спать хочется, там, устал или еще что-то. На рыбалке получаешь адреналин, которого хватает там на весь день. Ну, в принципе, да, сейчас же и светло по ночам, поэтому не так и сильно хочется спать, наверное. Вот, поэтому абсолютно спокойно. Вот, ну, это понятно, что достаточно, ну, все равно там есть какое-то расстояние от города. А так, у нас периодически проходят даже какие-то турнирчики, я знаю, что там кто-то организует. Это все происходит на набережной, либо со стороны, там, Титаника, либо вот здесь достаточно много народу рыбачит на карьерах у Нового моста. А, у Нового моста. У Нового моста карьер, выход с трамплина, интересное место. Вот единственное, что вот у Нового моста сама Вятка, она не сильно интересна с одной простой причиной. Там реально вот, ну, просто пляж, там замыло все ямки. И если по той стороне еще есть какая-то яма, но там нет подходов, там реально кусты не очень удобно, а с этой стороны пляж. Соответственно, карьеры нас интересуют. Это вот рыба-пила карьер, да, Черное озеро, там, все оставшееся. На какую рыбу, в первую очередь, нацелен стритфишинг? Ну, в нашей регионе. Ну, это тоже стритфишинг, это тоже спиннинг, или это только спиннинг? Ну, стритфишинг вообще, там, городская рыбалка, там, она может быть и на поплавочную удочку, там, и еще что-то, да. Ну, популярно, как бы традиционно, это спиннинг. Вот. Значит, на какую рыбу мы здесь можем рассчитывать? То есть основной рыбой для нас это становится окунь. Ну, потому что он реально вот практически везде распространен. Он очень часто любит держаться в какой-то вот прибрежной полосе. Не сильно, там, для него нужна, там, какая-то глубина, да. Вот. Он может стоять, там, в этой травке. Для него достаточно просто подобрать приманку, ну, и теоретически поймать. Вот. Второй рыбой, наверное, ну, для меня, по крайней мере, вот я, когда хожу в городе рыбачить, вот, для меня, наверное, основная рыба именно на реке Вятка становится жерех. Потому что... Он там есть в нашей Вятке жерех? Его достаточно много. Его уже сложно, много, да? Его много. Его очень сложно поймать, и от этого еще интереснее. Потому что там именно рыбалка, она превращается в такую охоту. А почему его сложно поймать? Он, во-первых, рыба достаточно пугливая, очень редко подходит к берегу. Ну, бывают моменты, ситуации, когда его можно поймать практически под ногами, но это нечасто. Вот. Он стоит на достаточно большом удалении, он любит очень сильное течение. Он себя может выдавать вот такими сильными-сильными всплесками. Там рыбалка сводится к тому, что, ну, по крайней мере, у меня вот, то есть я реально прихожу на реку, у меня есть в руках спиннинг, я примерно там представляю, какую приманку я буду закидывать. Все, она у меня вот уже нацеплена там на поводочек, и я просто стою или хожу вот где-то по урезу там водички, да, чуть-чуть даже отошел и смотрю и наблюдаю за рекой. То есть это реально такой процесс медитации. То есть вот ты просто ходишь и смотришь на реку, ждешь, где он всплеснется. То есть он должен показать, где он есть, на какой он дистанции от берега. А отличается его всплеск от всплеска щуки? Конечно. Да? Ну, во-первых, щука на такой струе держать, стоять не будет, это раз. То есть щука, это все равно там где-то прибрежная зона, травка там, все оставшиеся, ну, ее ареал обитания. Вот, это раз. Во-вторых, есть, ну, каждый рыболов, я считаю, что каждый рыболов, во-первых, должен, ну, немножко изучать их теологию, да, там, ну, в конце концов, если не хочется углубляться в их теологию, есть замечательная книга «Жизнеловля пресноводных рыб» Леонид Павловича Сабанеева, очень-очень старая. Мы говорили уже о этой книге, да. Но там конкретно по каждому виду рыб... Простым языком написано. Все расписано. Ничего не поменялось с тех времен. Ну, да, рыба осталась такой же. То есть жерех, вот он как жил там, и как он питался, он питается точно так же. То есть зубы у него не выросли. У жереха нет зубов. То есть это карповая рыба, у которой абсолютно отсутствуют зубы. И, соответственно, для того, чтобы схватить добычу и удержать её во рту, он делает следующее. Он добычу оглушает. То есть он делает сильный разворот на струе, да, и бьёт хвостом. И, соответственно, рыба, вот этот вот малёк, он становится в таком обушмаренном положении, да, там, оглушённом. И жерех его абсолютно спокойно собирает, кушает безумно. Ничего себе. Вот, поэтому отличить удар жереха, тот, кто хотя бы раз это видел, запомнит это на всю жизнь. Потому что это реально такой шлепок может быть. Там может быть либо вот этот удар хвостом с разворотом. Бывает так, что он просто вот выпрыгивает плашмятом, падая в воду. Ну, то есть такие вариации. Это, во-первых, очень красиво, очень громко и сразу понятно, что это жерех. То есть он обитает только в больших реках, получается, только в Вятке или в маленьких он тоже может быть? Нет, в маленьких реках он точно так же есть. Он заходит туда, то есть жерех есть и в Быстрице, жерех есть и в Маломе. Ну, Малома не такая маленькая река. Пижма, Немда, Воя. Ну, можно перечислять там очень много этих рек. Реально он там есть. Мне нравится охота именно за ним, потому что она вот такая интересная. То есть там реально бывает за утро там одна поклёвка, две, а может не быть вообще. И ты начинаешь анализировать, что ты сделал неправильно, да, там, почему у тебя они клюют, а, возможно, приманку. То есть там нужно чётко подобрать проводку, да, там, понять, на какой глубине он может стоять. Либо вот он поверху клюёт, да, либо там нужно заглубить приманку. То есть провести её по дуге, либо чётко против течения, быстро. В каком темпе это всё сделать, да, там нужно очень гармонично собрать снасть. Она должна быть достаточно лёгкой, но в то же время очень дальнобойной. И, ну, иметь достаточную мощность, потому что жерех очень сильная рыба. Вот. Жерех очень часто ещё называют пресноводным лососем, да. Ну, то есть потому что вот реально он схож по поведению. Он стоит там на быстром течении точно так же, как лосось. Интересная рыбалка. И реально у нас на вятке есть где его половить. Жерех не привязан к каким-то ямам, глубине или ещё что-то. То есть он везде может, да, полуплавать. И песчаные пляжи, и этим очень хорошо, например. И места вот у нового моста, вот если там в разрезе щуки, окуни или ещё там судака какого-нибудь, то, скорее всего, мы его там не поймаем. Жерех поймать очень, вполне спокойно можно. Вот. Плюс, например, мне нравится ещё такая рыбалка тем, что ты ходишь там, ну, не знаю, там, чтобы докинуть до него, да, можно зайти в воду. То есть за одним ещё и искупался там утром. Ну, то есть реально ты получаешь удовольствие от рыбалки. Но, как и сказал, основным, скажем так, объектом ловли становятся окуни в нашем черте. Ну, там какие-то щурёнки, да, ещё там могут быть. Ну, и, соответственно, снасти под это подбираются уже. И отдельные снасти, получается, для жереха, для щуки, для окуня, это всё отдельно, да? Это всё теоретически отдельно. Или можно... Например, там щуку и окуня можно совместить плюс-минус. Но сразу скажу, что основная тенденция ловли именно стритфишинга, вот в этом стиле, это ловля либо ультралайтом, да, либо очень-очень лёгким спиннингом. Ультралайт – это что? Ну, спиннинг с тестом, там, грамм до семи, да, там, до пяти. Вот. Связанно всё с тем, что там нет задачи поймать крупную рыбу, там есть задача вообще что-то поймать, вот, получить от этого максимум удовольствия. И, соответственно, снасти подбираются уже, исходя из этого. Опять же, если мы, например, посмотрим на японцев, то у них в стритфишинге в основном, как я уже говорил, да, вот в прошлой нашей передаче, они используют в основном многочастное удилище. Связано это всё с тем, что у них основная тенденция такая, что спиннинг всегда должен быть с тобой. То есть там реально, как я уже говорил, вот эта индустрия. Я, например, видел кейс, да, дипломат. В который входит это всё? Нет, вот нормальный, обычный дипломат. Обычная сумочка мужская. В котором лежат бумаги, документы, рабочие, да, всё-всё-всё. И там есть специальное отделение, в которое входит спиннинг, катушка и коробка с приманками. Да. Вот. Больше того, скажу, там, например, у них делаются обычные нормальные мужские строгие костюмы, да, но из специальных тканей, которые полностью отталкивают грязь и всё-всё-всё. То есть это реально выглядит, как обычный деловой костюм и рубашка, галстук. И вот такой вот человек, находясь там в офисе, да, он абсолютно спокойно в этом работает. Это реально сделано из классных мембранных тканей. Вот. Он в этом работает после, там, обед, вечер, не знаю, перед тем, как пойти домой. То есть он выходит, достаёт из этого дипломата там спиннинг, не переодеваясь вот так, как есть, и приходит на набережную там и начинает ловить рыву. Слушайте, ну это интересная очень картинка такая. Вот запачкался это всё. Реально картинку я видел такое, что набережная стоит где-то человек 20, наверное, японцев. В деловых костюмах. Белые воротнички в галстуке и не закидывают спиннинг, ловят рыбу и там что-то там радуются, как дети. Ну то есть это реально выглядит вот так. Интересно. Я просто сказал, что это целая индустрия, там, на этом построен. Поэтому, ну у нас, конечно, в России такого нет пока. В деловых костюмах я видал людей в Москве. На рыбалке. На рыбалке, да. Ну это были обычные костюмы. Я даже подходил, интересовался, там, спрашивал. Не такого класса. У нас стритфишинг очень здорово развивается в крупных городах. Там, вот, как я уже говорил, там, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, вот такие вот города. Там, Волгоград, не знаю, очень много там стритфишеров. У них есть свое движение, они проводят соревнования, собираются там в какие-то клубы отдельные и все-все-все. Сейчас, если мне память не изменяет, там было у них там предложение о том, чтобы внести вот этот вид спорта вот в эти урбанистические виды спорта, которые у нас там существуют. Ну, там есть вот этот там уличный баскетбол, там, да, какой-то вот еще. Да, 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 ну это интересно, конечно. А почему бы вот не сделать стритфишинг? То есть, да, рыбалка, это точно такой же вид спорта, там точно так же присваивают разряды. Тем более, если в городе, да, какая-то хорошая речка течет, есть рыба. Да, там можно получить мастера спорта и международного класса, и как угодно, то есть чемпионаты мира проводятся. Почему нет? Да, да. Кстати, вот надо вынести это предложение в нашей области. Надо придумать, да, может быть, да, такой турнир, турнир такой сделать, стритфишинг. В Кирове, почему бы и нет? Вот, и мы вообще станем первыми. В России. В России, да. Это такой далеко идущий план, но почему бы и нет, да, я думаю, что нужно объединяться. Вот, немножко отвлеклись. Да. Поэтому вот снасти используют достаточно лёгкие, как я уже сказал, там вот у японцев, там вот это travel спиннинги какие-то, но у нас этого нету, можно использовать теоретически, там, и обычную, там, двухколенку, если там хочется, там, ну, заехал домой, там, можно взять с собой, там, не так уж много места и занимать. Вот, к катушкам, к спиннингу, как таковых, там, серьёзных требований нету, теоретически они, там, ничем не отличаются от обычных, то есть это реально обычные, нормальные снасти. Вот, единственное, что будет отличаться, это будут отличаться достаточно сильно приманки, которые мы используем. Ну, приманки же там, получается, они же не пищевые, вот эти вот, как они называются, вот эти приманки, они из чего состоят, вот эти вот силиконовые, да, получается? Нет, если мы там, если мы ловим джигом, то это силиконовые приманки, да, ну, например, опять же, если мы рассматриваем вот наш регион, вот конкретно, да, там, Киров, то, например, для меня, когда я иду ловить, вот, окуня, например, того же, да, для меня приманки номер один становится вращающаяся блесна. Пробочная наша вертушка. Всеми любимая. Даже я представляю, что это такое. Всеми любимая и самая простая. По одной простой причине, что она наиболее эффективна с точки зрения за короткий промежуток времени, отведённый на рыбалку, она максимально эффективно позволяет поймать рыбу. Блесна – это такая приманка, которая достаточно универсальна. То есть многие, например, переходят сейчас на современные приманки, ловят воблерами какие-то, да, это классно, да, это здорово. Но когда у меня есть ограниченное время, когда, скажем так, у меня есть всего лишь одна снасть в руках, мне нужно как минимум меньше, чтобы у меня это всё место занимало. Вот одна коробочка с приманочками в карманчике у меня была. Я, скорее всего, сделаю свой выбор в пользу вращающихся блесен и возьму какой-то маленький комплектик микроколебалок. Опять же, колеблющихся блесен металла. Почему? Потому что, если, например, ловить на воблеры, то воблеры мы здесь… Ну, у нас производитель строго загоняет в определённые рамки. То есть, например, есть воблер, который ныряет, у него там заглубление 0,5 метра. Но вот глубже мы его не проведём. И выше мы его не проведём. А такая блесна, она… Вот пойдёт он 0,5 метра, и всё. А, например, чтобы проловить там ямку в метр глубиной, нам нужно достать воблер, который будет иметь заглубление в метр. А если нам захочется привести его под поверхностью, нам нужно будет достать воблер, который имеет маленькое совсем заглубление. То есть, поняла, к чему я веду? Поняла, да. Нам с собой нужно очень много приманок. Постоянно экспериментировать и постоянно… Во-первых, экспериментировать это раз. А во-вторых, это должно быть определённое количество приманок, которых должно быть много. Это раз. Во-вторых, там, например, воблер с заглублением в метр вроде бы идёт, но вот на зелёненький не клюёт, а надо поставить коричневенький. Вот на него будет клевать. Соответственно, там нужно два воблера с одинаковым заглублением, но в разных цветах. Какие всё нюансы. А с помощью, например, обычной вертушки или колебалки я могу решать вопрос «как?». То есть, блесна. Захотел я её привезти под поверхностью? Я просто начинаю проводку после приводнения блесны и делаю её достаточно быстро, и она идёт у меня в верхнем слое воды. Мне захотелось её привезти в пол воды. Ну, пожалуйста, как я уже говорил, да, и мы считаем там насчёт. Вот я начинаю там проводку в пол воды. Я её провёл. Мне надо её привезти у дна. Пожалуйста, я это сделал. То есть, одной блесной теоретически я закрыл вот эти все вариации, которые мне нужно закрыть пятью. И в коробке-то мне их надо там три штуки. Ну, да, всё равно. Но я понимаю же, что всё равно блёсна, они же зацепляются, и они же дёргают. Так и воблеры зацепляются, и всё зацепляется. На самом деле, это такие издержки производства, от которых никуда не деться. Это, к сожалению, ловя именно вот в городской черте. Река у нас, во-первых, достаточно мелкая, это раз. Во-вторых, очень сильно закоряженная. Причём не корягами, а вот этим индустриальным мусором, который там бывает. Это, к сожалению, там какая-то арматура может быть, там, не знаю, куски бетонных блоков каких-то, там, кирпичи и всё, что угодно. Это реально съедает определённое количество приманок. И, опять же, почему я для себя, например, приманками номер один выбираю блёсны? Они дешёвые. Ну, они стоят дешевле, чем, например, те же самые воблеры. Можно ловить, например, на джиговые приманки, да, использовать техники микроджиг, либо наноджиг, мормышинка и всё оставшееся. И это, на самом деле, в определённое время бывает очень эффективно, либо, скажем так, эффективно для определённой рыбы. Ну, вот мы сейчас об этом поговорим. Но, опять же, мне там нужно тащить с собой какое-то количество грузов, взять несколько пачек этих каких-то приманок. То есть, опять же, это набирается, так скажем. С блёснами всё. У меня реально там вот такая коробочка. Небольшая коробочка. Вот она, не знаю, там сколько, там 10 на 5 сантиметров, наверное, вот такая. В которой там лежат у меня, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять вращающихся блёсен и, по-моему, шесть или семь колебалочек маленьких. Всё. Теоретически для того, чтобы поймать рыбу и получить удовольствие, мне этого хватает. Ну да, это, в принципе, получается такая лёгкая рыбалка, да, то есть с собой не надо ничего много брать. Ты берёшь с собой спиннинг, берёшь вот эту коробочку и всё замечательно. И всё. Ну, пакетик для рыбы, если вдруг что-нибудь там, ну, если ты хочешь для себя поймать. Рыбу, честно скажу, лучше всего отпускать, потому что здесь очень редко бывает трофеи. Это раз. Во-вторых, рыба в черте города... Она невкусная. Кушать её не стал и никому бы не советовал. И, в-третьих, ну, рыбе нужно жизнь дарить. Она нам подарила удовольствие. Рыбы, как вот многие говорят, там, да, и есть там замечательный рыболов, там, чемпион мира Алексей Шанин, у которого даже на сайте написано, так, рыбы – это не еда, рыбы – это друзья. Ну, реально, мы приходим к ним в гости, не знаю, там, в их среду обитания, пытаемся их поймать, зачем их забирать. Пускай они радуют поклёвками, живут дальше. Ну, да, может быть, правильно, конечно, потому что интересно поймать крупную рыбу, да, и потом её поймать, отпустить обратно, потому что, а вдруг она опять на второй раз к тебе придёт, и ты ещё раз её начнёшь ловить. Ну, если не ты, то кто-то другой, она кому-то другому подарит радость, и не так много их остаётся, к сожалению, этих крупных рыб. Вот. Дальше, по, скажем так, акватории, вот где мы можем ловить. Понятно, что мы поговорили там о реке Вятка, очень востребована эта вот различная коррекция, коих у нас достаточно много. Вот, например, честно скажу, в своё время, я, наверное, ну, практически дней шесть в неделю, ну, то есть практически каждый день, вот, я рыбачил на пруду у цирка. Вот как. Но там, я не знаю, почему и на основании чего администрации нашей там рыбалка запрещена. Ну, я была дня три назад, там стоят люди с судочками. Реально рыбачат, есть определённые вот эти аншлаги, там висят, да, где перечёркнут рыбак с удочкой. Не знаю, почему запрещена рыбалка, к сожалению, вот. Но народу достаточно много, и мне просто вот на тот момент, в тот период времени было это очень удобно, потому что я жил рядом, да, и я, соответственно, вот реально утром бегал туда. Очень много рыбы. Что-то ловилось. Очень много рыбы. Очень крупный окунь был в своё время. Но, честно скажу, вот, опять же, вот, к вопросу, брать рыбу или нет. Нет, там-то, конечно, нет. Выявили. Да, прервёмся на небольшую рекламу и продолжим после неё. Трофеи. Рыбалка. Мы продолжаем разговор о рыбалке на спиннинг. Значит, мы закончили тем, что у цирка рыба есть, но её есть нельзя. Но интересная рыбалка, да, получается. Рыбалка очень интересная. Там было много очень окуня. Реально, мой рекорд по окуню пойман там. Окунь весом 1 килограмм 250 грамм. Интересно. Кило 250. Пойман на прудовый цирк на верхнем, на микроджик. В тот день было поймано, ну, в то утро я поймал ещё 3 окуня. Там было такие, ну, за 500 они точно были. Такие горбачи прям. Но это было ведь несколько лет назад, получается, да? Было года, наверное, 4 назад. Потому что, друзья, мы сейчас, вот сейчас мы вам рассказываем про пруд. Нас сейчас вы все побежите туда, будете рыбачить. Мы не знаем, разрешено там, не разрешено. Поэтому мы не будем советовать бежать туда. Я не советую, я просто сказал, что на прудах рыбачить тоже можно. И вот здесь рыбалка была интересна в своё время. Сейчас там рыбы стало, к сожалению, меньше. Я видел, что сейчас там рыбачат, но я очень там давно не был. Теоретически любые прудики, которые находятся у нас вокруг города, их много, и в них достаточно много рыбы. Я честно опять же скажу, вот поделюсь секретом. Мы, это было, наверное, года 4 назад, мы с товарищем садились в машину, открывали карту и искали садовое сообщество. А там есть как раз пожарные пруды. А там всегда бывают пожарные водоёмы. Да, пожарные водоёмы. И вот в этих пожарных водоёмах очень много рыбы. Потому что там либо никто не рыбачит, либо ходят пацанёнки, там дедушка какой-нибудь из этих садов, на удочку что-то половить. То есть там нет прессинга, потому что все эти водоёмы не рассматривают как серьёзные. А есть старое садовое общество, в которых реально этим водоёмам уже не один десяток лет. Да, и там наверняка большая рыба. И там реально есть нормальная, хорошая рыба. Мы находили такие водоёмы, ловили в них очень крупного окуня, ловили хорошую щёку. Реально это очень интересно. То есть ты вот прям едешь, смотришь по карте, ищешь какие-то, планируешь для себя какой-то маршрут, садишься в машину, едешь, ищешь и ловишь. Тоже очень интересно. Интересно, да, понимать. То вот прям расширяйте свои кругозорки. Если у вас есть сад рядом с городом, посмотреть на пожарный полупрут. Так, значит, мы поговорили там о типах приманок, которые там могут быть, да, какие-то вот такие. Но это, опять же, там не априори, да, но это вот мой совет на собственном опыте. Я вот так вот пришёл к такому мнению, что такие типы приманок работают лучше. Вернёмся и поговорим о спиннинге вообще конкретно. Какой там нужен, то есть основной инструмент. Для меня эталоном спиннинга является спиннинг длиной 2 метра там 30-2 метра 20 сантиметров. Ну вот с таким неудобно находиться на берегу реки. Он позволяет производить дальние забросы. Это я сейчас говорю в разрезе вот как раз ловли там окуня, щуки, жерех. Это с берега, если, да, мы... Да, мы всегда будем с берега. У нас нет времени перевезти лодку, накачать её там, то есть это, опять же, там машина какая-то, ещё там что-то. Вот, а рыбалка именно в городской черте, она очень часто связана там с передвижением на общественном транспорте. Ты там приехал, вот вышел на остановке там и пошёл. Вот, ну не у всех есть автомобили, да, не все там могут себе позволить там поехать куда-то вечером. У нас могут быть пробки какие-то, иногда и пешком бывает быстрее дойти, да, и абсолютно спокойно там половить рыбу. Поэтому лодку мы исключаем из городской рыбы. Исключаем, да. Она нам там просто не нужна. Соответственно, вот эталон спиннинга именно для ловли там окуня, либо щучки там какой-то, да, такой вот рыбы, для меня является спиннинг там 2 метра 20, 2 метра 30 сантиметров, вот где-то вот в этом промежутке. И в тестовом диапазоне грамм до 7, ну, то есть такой именно лайт, лайт, ультралайт, вот такой переходный вариант. Спиннинг я выбираю, то есть они бывают двух типов, так называемые с тубулярной вершинкой, то есть это полая вершинка и со вклеенной вершинкой. Соответственно, здесь можно для себя выбирать, если у вас основной тип приманок будет там, какие-то джиговые монтажи, оснастки, да, там микроджики, все оставшиеся, возможно, для более качественной визуальной составляющей вот этой вот тактики, да, чувствительности мы можем выбрать спиннинг со вклеечкой. Если же, например, мы больше будем ловить на блесны, мы больше будем ловить там на воблеры, на какие-то, да, то есть нам спиннинг такой более универсальный нужен, мы будем выбирать спиннинг, так называемый тубуляр, да, то есть с обычной нормальной полой вершинкой, он чуть лучше, он, скажем так, не то, чтобы лучше, он универсальный, он универсальный, позволяет работать со многими типами приманок, а вот именно вот эти вот микроджиговые спиннинги, они только такие. Второй спиннинг, ну, вот, опять же, для себя, например, у меня для городской рыбалки спиннингов три. Так, а зачем? В зависимости от того, что я планирую половить, я выбираю какой-то один из трех, например. Либо жерех, либо окунь, либо щучка, или как? Нет, 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 вот здесь как раз особенность-то какая. Например, вот сегодня я ходил на рыбалку, да, у меня была конкретная цель, я хотел поймать жереха, в принципе, это вот добился, все сделал, поэтому я точно знал, что я буду ловить только жереха. Не буду распыляться там на окуне, как бы там ни была велика, там, велик соблазн пойти и закинуть там вертушечку вдоль травки, но делать я этого не буду. Соответственно, я собрал коробку с жереховыми приманками, да, то есть там были три пилькера, два космастера лежало, два таких тяжелых тонущих воблера, вот, и сколько-то там вот этих вот вабиков дополнительных, да, то есть вот такой минимальный набор, который я там взял. Соответственно, я знал, что у меня в приоритете будет дальний заброс, я знал, что вот у меня вот приманки вот эти по весу, там, самая тяжелая 20 грамм у меня, вот, и, соответственно, спиннинг я выбрал очень дальнобойный, у меня спиннинг длиной 2 метра 70 сантиметров, с тестом до 25 грамм, такого более регулярного строя для того, чтобы я мог далеко кидать, у меня трехтысячная катушка и с намотанным восьмижильным шнуром для достижения как раз вот этих максимальных дистанций. И абсолютно точно я могу сказать, что с этого вот таким спиннингом, космастером, не космастером, там, пилькер такой весом 20 грамм, я выкидываю дистанцию за 100 метров. То есть реально полреки. Далеко, да, очень далеко. Потому что, например, сегодня жереха только так и можно было поймать, он стоял на очень-очень дальней косе, постоянно там себя выдавал всплесками, мы точно понимали, что его там много достаточно, вот, но там получалось как, вот как только ты докидываешь до туда, у тебя происходит поклевка. Вот ты 2 метра не докинул, не будет поклевки. То есть он в одном месте каком-то стоит, и он ни туда, ни сюда. Вот он стоял конкретно, вот там такая длинная коса, вверх реки идет, там, соответственно, создается затишок, вот эти завихрения, течения, ему там очень удобно охотиться. Зачем ему куда-то там двигаться, если ему здесь все удобно. Да, само придет к нему. Соответственно, если ты можешь подать туда приманку, у тебя поклевка произойдет практически там, ну, 99%. То есть ты получаешь, что постоянно в одно и то же место надо кидать. Ну, это такое мастерство должно быть, это тренировка. Вот, и, соответственно, вот я сегодня 2 раза смог туда докинуть, а дистанция, я честно скажу, была, наверное, даже больше сотки. Это было очень тяжело, это такие очень силовые забросы, с учетом того, что дует ветер, да, это надо всегда сделать там поправочку. Понимать, как встать, да, как. Как это все там полетит, вот, соответственно, 2 результативных заброса я смог сделать в эту точку, 2 рыбы я поймал. Не сильно крупная, но вот так. У меня сразу идея пришла, да, у нас вот наши слушатели слушают, а мы хотим все-таки показать. Мне нужно показать потом, как это делается. Обязательно. Потому что в спиннинге я вообще ничего пока не понимаю, и вот я им никогда не ловила. Поэтому вот, наверное, все-таки какое-то одно из программ, да, мы сделаем, даже не одно, да, вот просто, да, как ловить на спиннинг, как замахиваться, сможет ли женщина замахнуться на 100 метров, например. Абсолютно спокойно. Мы начнем с компоновки снасти, да, мы посидим на берегу реки, мы соберем снасть, мы все оснастим, мы начнем с тренировки забросов, а там есть определенная техника забросов. Вот, техника заброса, это же тоже интересно все. Для того, чтобы кинуть далеко, реально, помимо хорошо собранной и сбалансированной снасти, нужна техника заброса. Если ее нет, насколько бы хорошо там не было это все, да, это полетит. Но неизвестно куда и как. Но вот этих вот запредельных дистанций, к сожалению, уже будет не добиться. Ну и как итог, рыбу не поймать. Опять немножко отвлеклись. Да, извини, перебила тебя. Вот, соответственно, вот такой типаж снасти у меня, он есть, именно когда я еду ловить жереха, а это вот, ну, опять же, для меня там 50% городских рыбалок, я просто очень люблю это дело, и, соответственно, вот такая снасть у меня есть. Вторая снасть, как раз спиннинг у меня длиной 2 метра 28 сантиметров, это 76-я длина, с тестом до 7 грамм, обычная тубулярочка, это, наверное, такой вот самый востребованный типаж спиннинга, который у меня есть. В основном я его использую при ловле вот как раз вертушками, колебалочками. Это для какой рыбы, получается? Абсолютно для всей. Для всей. Куку, щука, там, кто попадет с удачок, там бывает, проскакивает, тот же жерешок, яйца очень часто попадается. Ну, то есть вся основная рыба, которую можно поймать в наших реке, там, не знаю, в протоках каких-то, в карьерах, везде. То есть вот с этим спиннингом абсолютно спокойно я выхожу на рыбалку. Такой универсальный получается спиннинг. Да, вот он универсальный. И третий спиннинг, который у меня есть, это спиннинг с тестом всего лишь до 2 грамм. До 2 грамм. Длиной 1,60 метра с копеечками, то есть он совсем-совсем короткий. На нем стоит маленькая-маленькая катушка. Туда намотана не плетенка, а монолеска диаметром всего лишь 0,11. А чем отличается, вот для меня, для понимания плетенка и монолеска? Ну, плетенка это, скажем так, плетеный шнур, который сплетен из волокон, из нескольких, да, сделанных. Оно прочнее, чем вот эта леска или нет? Конечно, конечно. Ага, все, поняла теперь, да. Скажем так, у плетенки есть еще один огромный и самый, наверное, главный плюс. Она практически лишена растяжения, соответственно, чувствительность не очень высокая. Она очень абразивоустойчивая и, соответственно, в спиннинге в основном ловят с плетенкой. А здесь у меня стоит монолеска тоненькая. Этим спиннингом я ловлю на мормышку. Это вот мелкая такая мормышка. Вот вообще зимние мормышки я использую, которые я закидываю спиннингом. На них я насаживаю искусственного мотыля. И с помощью вот этой снасти я очень часто ловлю, хожу, ельцов, сорогу, щеклею. Ну, это же можно на удочку. А зачем? А то есть это какой-то интерес, да? Да, вот как я уже рассказывал в той передаче, да, пискаря мы ловим на эту штуку. Вот. Рыбалка-то интересно чем? То есть я иду на рыбалку со спиннингом и беру с собой прикормку. Реально, я беру с собой прикормку. Чтобы как раз вот такая рыба попадалась? Я прихожу на реку, прикармливаю место около берега, в каком-нибудь затишочке, и туда приходит щеклея. А щеклея, вот наша вот эта всеми любимая уклейка, да, она собираться может в огромные стаи, она может доставить бешеный интерес в рыбалке. И бешеное удовольствие связано всё с тем, что она очень бойкая рыбка, очень бойко и резво клюёт. Да, очень быстро. Вот, сопротивляется там, и всё-всё-всё. Вот, и, соответственно, когда на рыбалку-то есть короткий промежуток времени, а тебе нужно насладиться максимальным количеством поклёвок, я, как правило, беру с собой именно мормышку. Интересно. Потому что она позволяет это сделать. На эту прикормку могут прийти там подлещики, сорожка, это уже достаточно крупная рыба. Гельчики, эти же. А нужно понимать, что у меня спиннинг с тестом до 2 грамм, разрывная нагрузка вот этой монолески, которая там намотана где-то порядка килограмма всего. И рыбка даже весом 200 грамм вот на такой снасти, она даёт бой, у тебя визжит фрикцион, ты её там вываживаешь, и всё оставшееся. То есть ты нормально получаешь удовольствие от рыбалки. Вот это и супер-сверхлёгкой снастью. И можешь ловить абсолютно любую рыбу. И тебе неважно, там, есть вот здесь хищник, нет хищника, но не клюёт окунь, давай, всё, окей, пошли ловить. Я ни в коем случае не призываю иметь такие там три снасти, например, начинающему рыболову, для начинающего рыболову, который хочет ловить именно в городе, у которого, как правило, вот, например, там очень часто я встречаю, и мне это на самом деле очень приятно, что я встречаю, я встречаю детей. Со спиннингами. Со спиннингами, с удочками на берегу. Ну, как детей, там, грубо говоря, седьмой, там, восьмой класс, да. То есть это вот как раз вот ток поколения, которое у нас сейчас там, к сожалению, очень часто сидит дома, в соцсетях, не оттащишь от планшета там или ещё что-то. Но, тем не менее, есть нормальные пацаны, да. Которые любят рыбалку. Которые любят рыбалку, которые там, не знаю, там, сбегают из школы, чтобы порыбачить, ни в коем случае не говорю, что так можно делать. Заняться стритфишингом. Вот, учиться нужно в первую очередь, вот. Но, тем не менее, я их вижу на берегу, я вижу у них абсолютно нормальный такой вот живой интерес. Они очень часто ко мне подходят, да, там, что-то спрашивают, иногда узнают. Консультируются. Да, то есть там кто-то, кто-то там где-то смотрел ролики там со мной какие-то, да, там, слушают передачу. Они реально там подходят, спрашивают, а вот как, а вот почему, а зачем там. И когда видишь вот в этих лицах детских, ну, не знаю, там, какой-то вот этот вот азарт, да, становится как-то приятно на душе, что, ну, вот да, вот, ну, как бы, всё ещё есть вот у людей-то интерес к этому делу. Это действительно классно. И вот как раз стритфишинг, он позволяет это сделать. Для начинающего рыболова я бы всё-таки, наверное, посоветовал в первую очередь приобрести вот спиннинг такого среднего класса, как я сказал, самовостребованного, то есть 220-230 с тестом грамм до 7. Катушечку, это либо там полторашечка, либо двухтысячник. На неё намотать всё-таки плетёнку, не монолеску, а плетёночку диаметром где-то примерно там 0,6 по японской классификации. Вот её, в принципе, будет достаточно для всех типов приманок. Ну, там, заиметь какое-то количество там вертушечек, колебалочек. Вот тут блёсины, блёсна. Да, вот проще всего начать с них, потому что вот эти приманки ещё очень часто там между собой опытные рыболовы называют таким словом там идиот бейтс. Ну, то есть это значит то, что приманка абсолютно, вот её кинул, тяни и клюнет. То есть она не требует никакого там суперподхода, да. Понятно, что есть свои тонкости подачи даже этих приманок. Но вот в той мере, что там, вот если ты совсем-совсем начинающий, да, то есть закинул вертушку, дал дай мне ей... Ну, уже получил удовольствие, что что-то клюнуло. Там ей чуть-чуть упасть и начал там вот крутить катушку, и у тебя с вероятностью в 90%, если рыба рядом есть, она скушает эту приманку. Ну, то есть она простая. Надо ехать. В управлении там и во всём оставшемся. И, соответственно, вот я советую всё-таки там начинать с них, приходите в магазин, там выбор огромен, подскажем, покажем, что к чему там расскажем и с Настей с компоноем. На самом деле, и спиннинги есть. Не стоит начинать с очень дорогих удилищ. Ну, будет, наверное, очень обидно, если вдруг что-то случится с этим удилищем, да, неопытным. Да, мы говорим, вот сейчас у нас есть там ещё времечко, да, чуть-чуть, в том плане, что удилищ сейчас на рынке огромнейшее количество. На любой вкус цвета кошелёк. Это очень здорово, что, например, там, ну, не знаю, там, начинающий спиннингист может себе позволить дорогую снасть какую-то, но вот именно в городской рыбалке, даже я там не использую какие-то дорогущие спиннинги по одной простой причине. Здесь, в городе, когда мы ловим, там, после того, как мы поймали рыбу, чтобы снять её с крючка, там, спиннинг иногда мы, там, кладём на землю ещё куда-то. Вот наши набережные, это бывают, там, камни, не знаю, там, асфальт или ещё что-то. Мусор, камушки вот эти все, да, песок. Реально там вокруг может ходить какой-то там народ, который может наступить на вашу вершинку удилища. И будет как-нибудь неприятно. И, соответственно, если это будет дорогой спиннинг, да, ну, это будет не очень приятно. Даже с дешёвым-то неприятно, но тут, не знаю, там, в двойне, в пройне будет нехорошо. Вот, это раз. А во-вторых, какая-то супер-пупер чувствительность или ещё что-то нам не сильно важна, особенно если мы ловим вертушечками, колебалочками всем оставшимся, потому что там приманки имеют хорошее лобовое сопротивление, мы всегда чувствуем её на проводке, поклёвку прозевать будет нереально. Скажем так, а вот именно такой запас от дурака, так называемый, в таких спиннингах, ну, более бюджетных, он присутствует. Я честно скажу, вот у меня, например, удочка, которую я ловлю, вот эта вот основная, да, она стоит 2000 рублей. Ну, то есть... Ну, это да, это приемлемо. Абсолютно бюджетный вариант, который теоретически там может позволить себе там практически каждый рыболовник. Вот. И я абсолютно не комплексую, я получаю с ней нормальное удовольствие. Сейчас производители шагнули очень сильно вперёд, и реально там в 2000 рублей удочка будет такая, что там вот пять лет назад такую бы там в этот пределом мечтаний была. То есть из таких графитов, с такими там кольцами, фурнитурой, и с такими там строем и возможностями, ну, реально там раньше это ого-го-го, топовый уровень. А сейчас это абсолютно спокойно, можно приобрести недорого. То же самое касается катушки. Там единственное, скажем так, требование к катушке, чтобы она очень-очень хорошо работала с тонкими шнурами, укладывала тонкий шнур, потому что шнуры мы используем достаточно тоненькие, не скидывала петельки, да, чтобы у нас не было вот этих там банальных перебежек, и снасть работала достаточно долго. Катушка должна быть специальной для спиннинга, или она точно такая же, как... Безнарционная. Ну, обычная, безнарционная катушка. Они могут подразделяться, то есть... Ну, есть катушки там априори, которые для спиннинга, вот только, и ничего больше. Есть катушки там фидерные какие-то, но я честно скажу, никогда вы не... Даже у начинающего рыболова никогда не появится желание поставить фидерную катушку на ультралайтовый спиннинг, потому что это вот реально вот такая катушка, которую поставить там на прутик, ну, просто нет. Ну, в конце концов, есть консультанты в магазине, которые смогут там подобрать это всё. Да, я согласна. Я тут тоже, кстати, недавно же приходила в магазины «Комсомольская 8» в «Арсенал», и я, опять же, вот как чайник. Меня проконсультировали, мне рассказали, мне показали, мне продали то, чего мне надо было. Поэтому вот, друзья, действительно, вот такие продавцы, они интересны, потому что не во всех магазинах бывают такие интересные продавцы. Час наш пролетел незаметно. Опять же. Опять же, да. Я благодарю эксперта компании «Арсенал» на «Комсомольской 8» Василия Мамонова за сегодняшний интереснейший разговор. Я думаю, что мы будем продолжать дальше. Это программа «Трофей рыбалка». Всем всего доброго. Услышимся на следующей неделе в четверг в это же время. До свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей рыбалка.